Всем привет товарищи! Начинаем новый влог. Так, что у нас тут? У нас тут сегодня будет делаться кровать, долгожданная кровать, которую... Ой, там много комментариев по этому поводу было. Доски сгниют и так далее и тому подобное, товарищи. Ничего никуда не сгнило, они даже больше просохли, вот, так что ничего с ними страшного не происходит. Вот, поэтому сегодня день субботний, хороший, солнечный, ветреный слегка, вот, и это хорошо, не так жарко. Вот, и я уже, в принципе, проступил к началу, вот, ну, решил уже записать видосик, как же без него. Вот, я уже начал заниматься, короче, стоечками, ножками, вот. Вот, я их уже, короче, чищу, зачищаю, вот, ну, как видите, вот какие они, короче, были. Вот, видите, такая она, хоть и доска обрезная, но она обрезная, очень похабна, с, видите, с волокнами торчащими, которые можно загнать в палец. То есть, я сейчас сначала прохожу рубанком, вот, хотя, хотя, ребят, это, короче, у нас сейчас будет черновая основа. То есть, это будет каркас, это будут ножки, это будет такой вот по периметру корпус, на котором будет стоять у нас ланелевая такая панелька, видите? Вот она, вот, то есть, каркас там уже есть металлический, но мы под него делаем каркас деревянный, вот, ну, то есть, ножки и саму основу, к которой потом будет лепиться у нас ДСП, ламинированная. То есть, выбирается цвет, вот, и уже по готовым размерам, по вот этому каркасу черновому, будет заказываться ДСП, которые будут заказываться тупо по размерам четким, идеальным, там, нам надо миллиметр в миллиметр. И клеится кромка на края, короче, все как положено. То есть, вот этого всего, что я сейчас, чем я сейчас занимаюсь, его видно не будет вообще, то есть, понятно, да? То есть, это просто каркас, то есть, который будет видно, я не знаю, когда, ну, если снять матрас, и там, за ланелями можно будет увидеть. То есть, вот так вот, он, для чего это делается? Это делается для того, чтобы кровать была, ну, надежная, на то, чтобы можно было с разгона, грубо говоря, забежать на нее прыгнуть, и чтобы она не развалилась. Понимаете? Потому что то, что сейчас продают за бешеные деньги, оно тупо, ну, оно просто с ОСБ сделано, скручено какими-то конформантами. Я их вообще не признаю, если честно, эти конформанты, потому что это все такое, все, ну, оно, ну, никакое, короче. Максимум, что можно с конформантами сделать, это какие-то полочки, тумбочки там, вот, это можно собрать ними, и то я уже давно перешел на саморезы. Так что так, товарищи, все, сейчас я включаю музычку, и вы понаблюдаете, чем я буду заниматься. Ну, буду, конечно, говорить, комментировать, чем я занимаюсь там подальше, и рассказывать. Вот, может, кому-то будет интересно. Так, уточню, кроме того, что я делаю их, да, более-менее гладкими, как видите, да, вот, блин, что там видно, не видно мне на солнце. Вот, видите, ну, маленькая остается такая вот штучка, но уже гладше, да. То есть, я это делаю, в принципе, даже больше для себя. То есть, когда я буду собирать это все дело, чтобы я себе не позагонял вот эту вот, как видите, да, вот эту вот жесть себе в пальцы, в руки и так далее. Вот. Ну, и плюс к тому же рубанком мы выравниваем, мы выравниваем основу, потому что, как видите, она, у нас доска вот есть, где немножко вот, как бы полукруглая, да. То есть, я сейчас рубаночком прохожу по центру и снимаю вот этот вот горбик, который нам не нужен. Так же здесь, а здесь она наоборот, здесь она была вот такая вот лодочкой, да, лодочка. Я прохожу один край, прохожу второй край, и вот видите, посередине остаются вот такие вот ложбиночки, да. Их не обязательно, в принципе, выравнивать, потому что это все видно у нас не будет. Вот, короче, чем я занимаюсь в первую очередь. Подготавливаю, короче, ножки. Так, ну, следующим этапом, что я буду делать? Буду, короче, вот эту широкую доску подготавливать. Почему взял широкую, чтобы ножки как-то вот, ну, пока нету обшивки, чтобы как-то на ножках она была устойчива. Потому что, если взять русскую доску, то ножки у нас тонкие. Вот, я сначала взял брус, конечно, толстый для ножек, но, блин, я что-то передумываю, короче, с него делать, чтобы эта кровать не была, блин, ну, как сказать. Ну, короче, не нуждается, как оказывается, эта кровать в таких вот толстых ножках. Она будет обшита в ДСП и не будет нуждаться в таких вот, ну, дебелых ножках. Вот, чтобы вы понимали, короче. Сейчас подготавливаю эту доску широкую. Вот, тоже ее пройду рубаночком, подравниваю, поснимаю вот эти все заусенцы. И будем мерить, мерить наш каркас и по каркасу, в принципе, делать. Тут уже дальше, в принципе, клевое дело. Если же этого каркаса нет, то, в принципе, что можно сделать? Померить матрас и делать по размеру матраса. Вот, если матрас 2х2, то и делаем, в принципе, 2х2. Вот, то есть, каждую доску подготовить, ну, не каждую, получается. Одни надо будет по 2 метра сделать ровно, а другие, которые будут внутрь вставляться этих досок, то надо будет отнимать эти досочки. Короче, ладно, покажу дальше. Вообще-то, в идеале, конечно, это делать, ну, вот. Если угол отмеряем, в идеале отрезать торцовочной пилой, ну, с диском таким, по дереву. Очень классная тема, я очень хочу себе ее купить, но пока месть, пока местью отлаживаю, понимаете? Все же зависит, все же отпирается, товарищи, финансы. Фух, потому что она реально идеально пилит, ну, то есть, во-первых, там стоит четко круг, диск, он стоит 90 градусов раз, он режет, мало того, что спил получается за 90 градусов, так еще и очень ровно, то есть, понимаете, вы если вот ее направили ровно, то диск зашел, и вот он дальше просто ровно пойдет и отрежет. А если же, короче, у нас у лобзика пилочка тоненькая, да, и она легко уходит в стороны, она легко уходит в сторону и делает, естественно, неровный срез. Плюс к тому же пила может, сам, ну, вот эта вот пилочка, да, она может уйти вот так вот в сторону, или вот так вот в сторону, то есть, сделать такой срез или такой срез. То есть, так что лобзиком, конечно, делать, можно, конечно, видите, я сначала делаю лобзиком, как вы видели, а потом вот рубаночком, рубаночком взял, торценул так, чтобы выровнять, где увидел, шел, срез пошел наискось, то взял и немножечко подравнял. то есть сейчас подготавливаю вот один угол есть то есть я убрал торцы сделал красивыми и угол 90 градусов сделал то что будет прилегать к ножке следующий у меня этап замерить рамку с ланелями померила короче каркасик у нас получается у даши каркас 2 метра на метр семьдесят девять короче на метр восемьдесят вот каркас поэтому короче две доски я сделаю ровно по два метра вот с ровными углами а уже те что метр восемьдесят я буду уже по-другому делать буду мерять здесь мерить какой здесь толщина этой доски и буду отнимать одну и вторую потому что из-за этой толщины чтобы мы не расширили короче наш корпус и Субтитры подогнал «Симон» 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 Сначала я приключу ножки, наверное Наверное Или не приключу ножки Блин Вот это задача, да, товарищи? Дело в том, что кровать я не делаю Это будет первая кровать Точнее даже не только мне кровать Сначала каркас, потом обшивка Ну, короче, да, кровать Еще я, блин, в морозе Первая, короче, кровать Поэтому Вот еще пока мне все не слажено, не налажено Потому что я еще не понимаю, как лучше сделать Так или это, понимаете? Вот, поэтому и двигаемся Вот так вот Хотя для вас это все очень быстро пролетает Я камеру отключаю, когда я долго там стою Чухаю, то я это все отключаю Естественно А что-то выскоряю Так что для вас это время пройдет незаметно Так, ну что? Сейчас подзготавливаю две этих Мерю ихнюю толщину Отнимаю толщину И режу следующую Все, ребятки Поработало немножко Вот Прогреваю сейчас Мишельку Едем мыленько в город На розыгрыш призов Ну и не только Вот Вдруг хочу Вдруг повезет, а? Я, мое Да выигрываю или перфоратор Или что-нибудь Будьте серьезны Там сварку Вот Так что так Короче Работы пока останавливаем Вот Что я уже сделал Я уже сделал Естественно Ножки Понятное дело Ножки готовы Вот Готовы у нас три части Две длиннее Которые по два метра Другие по метр семьдесят Одна И вот вторая подготавливается Вот Я его начертил Все Выбрал из Из трех Самую лучшую Потому что Да, немножко покрутились На солнышке Ну ничего страшного Это все исправляется Рубанком Плюс Если что Где-нибудь Подтянется саморезом Так что так Все Товарищи Пока мы здесь Стопе Вот Я надеюсь Что вернемся Мы не поздно И я смогу продолжить В принципе Тут Делать В принципе Фиг Да нифига Надо Если еще Вот Как только Подготовлю Четвертую доску Я смогу Уже собирать Реально Четыре ножки И четыре Вот этих По кругу Доски То есть Каркас Уже будет готов Потом я сверху Просто одеваю Вот эту вот Штукенцию Ну С ланелями Челанелями Короче Понятно Да И все Все Я закрепляю ее И все Далее можно просто По вот этому Тому что я сделаю Мерять Четкие размеры И заказывать Деспе Вот На распилке Так Все Сейчас зайка собирается Я уже собранный Готовый Как видите Вот Фух И Мишелька тоже Уже походу готова Прогревается А кстати Там кто-то писал вопросик По Мишели Говорит типа Коля Ты что сам брал Машину Да я не раз Спрашиваю Что е-мое Что такое Что такая Она вся Е-мое Поломана И так далее Ребятки Дело в том Что рынок этой машины От трех с половиной тысячи долларов То есть Дешевле Вы просто не найдете В каком-то Ну В разных состояниях Но три тысячи Три тысячи с половиной долларов Чтоб вы понимали Стоит Такая вот Приора Мы прикинули Подумали Что за две с половиной Мы же ее взяли За две с половиной То есть Еще получается Сверху надо Тысячу сто долларов Чтобы типа купить Как она стоит на рынке Да Что Мы в любом случае Выиграем Почему Потому что Мы знали прекрасно Что там Одна стойка уже Тарабанит Вторая течет Это мы знали Это мы видели изначально Потому что Был с нами Хлопец Он специалист Он разбирается Вот Он разбирается Бито Не бито Короче Он видел там Стаканы Все Просмотрел Именно Самые важные моменты То есть Было видно Что там Вот эти патрубки Менять надо То есть Понимаете Ну патрубки Купила патрубок На 200-300 гривен Понимаете Вот Стойки там Ну стойки Да Стойки здесь Конечно Подороже Чем в Жигуле Хотя в Жигуля Можно по полторы тысячи Купить стойки Если что Вот Ну здесь По полторы тысячи Стойки Ну понятно Там эти К стойкам Еще понятно Комплектация Какая-то Так вот Это все Этот весь ремонт Он ну никак Не тянет На 1000 баксов Ребята Вот Ну те кто спрашивал Объясняю На 1000 баксов Это никак не катит То есть Ну гораздо меньше Гораздо все меньше И постепенно Можно Понимаете Что-то докупать И что-то чинить То есть Она ж на ходу На ходу Она работает Работает Вот Она комфортная Удобная Быстрая Блин Ну е-мое Ну что еще надо Ребята То есть Для тех Кто спрашивал Так вот Вот почему Вот как Вот как Все произошло То есть Я думаю Понятно Теперь Что как бы Мы не вложим Такие деньги Понимаете Чтобы достичь Эту сумму Которую она стоит На рынке Чтобы вы понимали То есть Нормальную Такую сейчас Приорку взять Типа Вот в идеальном состоянии Будет То есть Стоит 4000 баксов Ребята 4000 То есть Нам сейчас Что мы Ну там То подменяли То подменяли Все пожалуйста Продавай за 4000 баксов Понимаете В чем фишка Так что так Все Ответил на Кстати На комментарий А то так знаете Ну блин Одному ответь Другому ответь И опять же таки Толком не ответишь В комментарии Потому что Ну что ж ты будешь Расписывать Тут раз два Рассказала Там сиди Блин Печатай Понимаете Вот И то опять же таки Каждому приходится Печатать А так раз И всем ответил Так что товарищи Вот так вот Отлично Гоняет Ездит Все классно Да Есть конечно Мелкие нюансы Господи В какой машине Бушной Не будет нюансов Понимая С салона Взять Аппарат Какой нибудь Да И года три Не знать Вообще Никаких Блин проблем Ну что там Менять Масло менять Да Что там еще Меняют Когда новую машину Покупают Я в принципе Не знаю Ну прекрасно понимаю Что там только масло Менять Да и все И три года Есть Блин Просто вообще Не заглядай в нее Вот Багажник открытый Надо закрыть Вот так и забуду Поеду Вот Хоп Хоп Все классно Все Да Есть Вот эти Понимаете По картам Да Вот По картам Вот смотрите Вот у нас металл Да Вот металл Вот у нас Блин пластик Пластик Естественно Он не идеально Ну то есть Как не идеально Он то идеально Все тут Классно Все по вырезам Он идет Все красивенько Но Фишка в чем Ты как не прикрути Пластик к металлу В любом случае Будет какой-то Или скрежет Или Или где-то Тук-тук-тук Понимаете Вот И просто хочется Для Блин Если уже такая машина Чего уже Не починить ее Да реально Ну как не починить Не доработать Да Такие моменты Как заклеить Вот эту вот часть Вот А кстати Вы видите Я там Купил Короче Такие штучки Для окон Так что такие пирожки Ребята Хочется Чтоб все было Ну Если машина Уже такого Более чуть Высшего уровня Да Вот Чем Жигуль Жигуль Ты тут как не крути Что ты не делай Он все время Будет тарахтеть Тарабанить И Ну я не знаю Чтоб он Не тарахтел И не тарабанил И не скрипела В нем Но это надо брать Просто новой Жигуль И то Бишь понимаете Да Что там Ох Ладно Короче Что все время Уже затарахтел Сейчас зайка Пойду подгонять Зайку Редактор субтитров А.Семкин